Недавно меня бросила девушка и заявила, что у нас за полтора года отношений не было ничего хорошего, только плохое. Одни манипуляции и обесценивание чувств с моей стороны. Хотя я уверен, что хорошего было больше, чем плохого. Она сама говорила, что я морально ее поддерживаю. Но накануне расставания она нашла себе друга. Общалась и гуляла. Она больше с ним, чем со мной. Меня это убивало. Один раз она мне про него рассказала, и меня это взбесило. Я сказал, что мне плевать на него. После этого произошло расставание. Хотя до этого друга у нее вообще никого не было, кроме меня. И я делал для нее многое. Например, проводил с ней кучу времени, дарил подарки, посещал ее в больнице, когда кроме меня никого не было. Говорила, что я самый лучший. Никогда не бросит и тому подобное. Сейчас она меня презирает. Как оправиться после расставания? Столько боли у меня на душе. Ничего не хочется делать. Не думаю, что когда-нибудь найду еще девушку, потому что она была та самая. Я пытался многое сделать, чтобы вернуть отношения. Безрезультатно. Теперь очень себя виню. Буквально за три недели от искренней любви до ярой ненависти. В итоге у меня абсолютно никого нет. Даже друзей. А она нашла. Мне 18, а ей 16. И еще она страдает подростковой эпилепсией. Дайте совет. Спасибо. Ну, уважаемый анонимный донатор, во-первых, спасибо вам большое за донат. Во-вторых, вам 18 лет. Я понимаю, что первые расставания, они самые трудные. И многое из того, что я сейчас буду говорить, будет казаться умозрительным. Но поверьте мне, что вы в своей жизни найдете еще людей, с которыми вы сблизитесь, с которыми вам будет хорошо, с которыми вы будете счастливым. И все, что сегодня произошло в вашей жизни, ни в коем случае не является роковым событием. Ни в коем случае не является событием, которое определит вашу жизнь. Я вам это обещаю. Постарайтесь это пережить. На эмоциональном уровне я понимаю, что трудно. Могу дать совет, к которому я прибегал. Я в своей жизни по-настоящему напивался, в смысле до отключки, всего три раза. Меня в глазах темнело, да, и просто как бы я засыпал. И каждый раз это происходило сознательно, кроме первого, когда у меня было 14 лет, когда это произошло случайно. Два раза это происходило абсолютно сознательно, когда я хотел в своей жизни поставить точку. Это произошло, вот одна из таких точек произошла после моего очень трудного расставания. Я был чуть старше вас, мне было сколько, 21, кажется. Вот. И я просто купил бутылку рома. Я учился в университете, купил бутылку рома, заперся в общежитии, я тогда жил, и просто выпил эту бутылку рома. Я отключился просто, чтобы поставить в жизни точку и не смотреть назад. Мне это помогло. Главное, чтобы это произошло один раз, да, не два. Вот. Мне это помогло. Попытайтесь отвлечься. Понимаю, что будет больно. Понимаю, что сложно об этом сейчас не думать. Понимаю, что как бы совет «сходи в спортзал», он также звучит как бы слишком очевидно, но и это вам поможет. Сходите в спортзал, попытайтесь найти новых друзей. У вас получится, вам всего 18 лет. У вас в жизни будет столько классных личных отношений, столько классных встреч, столько незабываемых воспоминаний вы еще создадите, что я вам как бы с одной стороны сочувствую, потому что понимаю, какую боль вы испытываете, а с другой стороны завидую, потому что перед вами еще очень-очень много прекрасного. Лучший совет, который я вам могу дать в плане отношений, который для меня всегда работал, никогда не пытайтесь вернуть человека, который с вами расстается или угрожает расставанию. Это инструмент, с помощью которого с вами будут манипулировать. И если вы поставите себя в такое положение, вы сделаете, во-первых, себя уязвимым, во-вторых, рискуете стать по-настоящему несчастным. Уходя, уходите. И когда вас бросает человек, позволяйте ему уходить тоже. Не цепляйтесь за него до последнего, не унижайтесь, знайте себе цену. Это сложно на первых порах, но вы потом обязательно поймете, что это дельный совет. Пытаясь вернуть человека, который с вами плохо поступил или который поступил с вами несправедливо, вы таким образом нормализуете это несправедливое отношение к себе. Уверяю вас, вы заслуживаете гораздо большего. Вы заслуживаете достойного отношения, вы заслуживаете любви, вы заслуживаете искренности в свой адрес. И то, что какой-то человек с вами плохо обошелся, из этого совершенно не следует, что его нужно возвращать в собственную жизнь. Поэтому берегите себя, уважаемый аноним, вы это переживете, я вам обещаю.